Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Безопасный маршрут. В городе продолжается мониторинг общественного транспорта. Если мы пустые, можем там уснять, чтобы подышать воздухом чуть-чуть. Как не подсыпать инфекцию во время поездки. Войну и праздник в авруйском роддоме выписали малышей, которые родились в день защиты детей. Дома сын ждет уже сестричку. Сколько появилось на свет мальчиков и девочек. Будущие чемпионы. Воспитанники детского дома поиграли в футбол с профессиональными игроками. Надеемся, что наших болельщиков станет больше. Что из этого вышло? А также рейс Минск-Алматы, дорогая специальность и загородный отдых. В летних лагерях страны началась первая смена. Удобство или безопасность? Ежедневно через общественный транспорт проходят сотни пассажиров. Обработка салона и масочный режим не просто прихоть, а профилактика инфекции. В рейс сотрудниками санстанции отправилась Карина Гуревич. Заботиться о своих клиентах, о рабочем месте и в первую очередь о себе – главные правила для специалиста любой сферы. Дмитрий Чавычелов хорошо знает, что такое заниматься перевозкой в пандемию. Через его салон ежедневно проходят десятки пассажиров. Поэтому каждый раз возвращаясь на конечную – шестой микрорайон. Перерыв он тратит на обработку поверхностей. Поручень, ручки, дверцы – все тщательно дезинфицируется. Даже во время движения иногда с двери, ручки все протираем. Когда взяли людей, то уже тогда по-любому маски. Если мы пустые, можем снять, чтобы подышать воздухом чуть-чуть. К сожалению, такой прилежностью отличается не каждый водитель. Бобруйские гигиенисты в очередной раз проверяют маршрутчиков. Первый стоп – и тут же без маски. Правда, они, как и детсредства, имеются в запасе. Ошибку шофер признает, рекомендации слушает. Вы должны, как водитель или грузоперевозчик, соблюдать правила. Почему вы сейчас без маски ведете пассажиров у вас? Когда мало людей, у меня впереди никто. У меня висит табличка. Висит табличка. Дистанцию от водителя. Следующий водитель на диалог не настроен. Спустя несколько минут с трудом находит старый антисептик. Да и тот только для обработки поверхностей. Для рук нужен отдельный. На вопрос, где маска, пожимает плечами. Сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии совместно с ГАИ, УВД Бобруйского госполкома еженедельно проводится мониторинг маршрутных такси по вопросу соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. В новых реалиях обрабатывать салон, рули, даже сидения – обязанность водителя. Однако пассажиры тоже несут ответственность. Маски должны быть надеты всегда, если нет возможности обеспечить социальную дистанцию. Эти правила касаются всего общественного транспорта, в том числе и такси. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 1183 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 398 052 человека. В Беларуси зарегистрирован спутник «Лайт». Это однодозовый препарат. Параметры вакцины позволяют сформировать достаточный иммунный ответ на 28-й день после прививки. Ее рекомендуют людям, которые уже переболели коронавирусом, в том числе в бессимптомной форме. Применение спутника «Лайт» позволит значительно расширить объем иммунизации. В несчастный случай в Осиповичском районе опрокинулся «Опель Зафира». Авария произошла накануне в седьмом часу вечера. 61-летний житель деревни Дричин не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Водителя выбросила из автомобиля. Он не был пристегнут. От полученных травм мужчина скончался на месте. Одной из причин аварии могла стать травмированная правая рука, которая была в гипсе. Сейчас специалисты проводят проверку. Быстрые деньги, платное обучение и поезд победы. В Беларусь прибудет уникальный передвижной музей. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси разрешили брать деньги в долг через сервисы, при этом минуя банки. Для этого создадут сайт в интернете или программное обеспечение, с помощью которого можно будет заключать кредитные договоры по займу на потребительские и на бизнес-цели. Документ вступает в силу через полгода. В белорусских вузах пока не планируют повышать стоимость на платное обучение. Средняя стоимость за год колеблется от 3 до 4 тысяч рублей. Дороже всего обходятся правоведение и медицинские специальности. Недешевой станет и подготовка пилотов, первый набор которых в этом году проведет Белорусская академия авиации. Национальная авиакомпания «Белавиа» возобновляет рейсы в Алматы. Полеты из Минска будут выполняться с 16 июня два раза в неделю, по средам и субботам, обратно по четвергам и воскресеньям. Время в пути 4 часа 50 минут. В летних лагерях страны открылась первая смена. Школьники разных возрастов уже познакомились со своими новыми друзьями, вожатыми и распорядком. Этим летом в Беларуси оздоровятся свыше 340 тысяч детей. Их примут 5,5 тысяч учреждений. Родительские дни, напомним, отменены. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в нашу страну 11 июня. В первый рейс состав отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020. За время работы экспозицию посетили уже порядка 92 тысяч человек. Интерактивный музей основан на эффекте присутствия, посвящен подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. У счастья есть вес и рост. Представители Белой Руси поздравили первоиюнских новорожденных и их мам. Для Снежаны Сиваковой, как и еще для пятерых мамочек, первый день лета не международный праздник, а самый личный. Сегодня девушка выходит из роддома во второй раз. В прошлые 10 лет назад. Девочка по имени Милана появилась на свет ростом 52 сантиметра, весом 3,700. Дома сын ждет уже сестричку, очень рад, звонит каждый день. Мама, мама, покажи, мама, привези, жду с нетерпением. Среди новорожденных три девочки и три мальчика. Для их родителей учащиеся гимназии колледжа искусств подготовили музыкальный сюрприз. А подарки и поздравления от Белой Руси стали приятным дополнением к празднику. Предмочевая тренировка. Футбольная команда Белшина провела необычный мастер-класс. В этот день сбылась далеко не одна мечта. Мальчишки из детского дома вышли на поле с профессиональными футболистами. Разминка, серия упражнений, обсуждение тактики и, конечно, игра. Проводим открытую тренировку для детей, им тоже это интересно. Данное мероприятие привлечено к Дню защиты детей. Также пригласили их на футбол. Надеемся, что наших болельщиков станет больше. Мы будем всех ждать на стадионе. ФК Белшина с Бобруйским детским домом сотрудничает с 2019-го. Футболисты сами проявляют инициативу и приглашают будущих спортсменов на матчи и показательные тренировки. Чаще всего в роли болельщиков. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!